Мольба лекарства Мольба относится к наиболее полезным лекарствам. Она является врагом бедствия, отталкивая его и становясь лекарством от него. Она препятствует его приходу и избавляет от него, или же облегчает его, если оно все-таки постигает человека. Это оружие верующего. Оно может взаимодействовать с бедствием тремя способами. Первый. Мольба может быть сильнее бедствия, и тогда она отталкивает его. Второй. Мольба может быть слабее бедствия, и тогда бедствие одолевает ее, и все же постигает раба Аллаха. Однако мольба, даже будучи слабой, облегчает это бедствие. Третий. Они равносильны, и, сталкиваясь так, продолжают противостоять друг другу. Айша, да будет доволен ею Аллах, передает, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Осторожность не спасает от предопределенного, а мольба помогает от того, что уже произошло, и от того, что еще не произошло. И поистине, бедствие спускается и встречается с мольбой, и они борются до самого судного дня», привел Аль-Хаким. Ибан-Омар, да будет доволен Аллах им и его отцом, передает, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Поистине, мольба помогает от того, что произошло, и от того, что еще не произошло. Обращайтесь же к Аллаху с мольбами, о рабы Аллаха, привели Аль-Тирмизи, Аль-Хаким». А Саубан, да будет доволен им Аллах, передает, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Ничто не отвращает предопределение, кроме мольбы, и ничто не продлевает жизнь, кроме благочестия». Привели Ибан-Маджа, Аль-Тирмизи, Аль-Хаким. В данном случае подразумевается то, чего человек опасается и старается избежать. Если этому с позволения Всевышнего будет противопоставлена мольба, то Аллах отвратит от него эту беду. Тухфат аляхвази.